День Победы Как и ее предшественницы, третья часть Дня Победы посвящена самому напряженному историческому периоду 20 века и предлагает качественно новую глубину и реалистичность игрового процесса. Кажется, что разработчики полагаются исключительно на самых преданных своих фанатов. По крайней мере, новички при знакомстве с игрой будут немало обескуражены. Равнодушие, переходящее почти в недружелюбие по отношению к начинающему игроку, в 2009 году сильно удивляет. В Huts of Iron 3 фактически отсутствует вменяемый обучающий режим, и сложнейшие игровые механики приходится постигать методом проб и ошибок. Да что там говорить, даже опытным стратегам понадобится время, чтобы во всем разобраться. Так или иначе, оно того стоит. Другим серьезным недостатком, способным серьезно испортить впечатление от игры, является традиционная для студии Paradox Interactive сырость их проекта. Частое зависание и вылет в операционную систему — это еще полбеды. Время загрузки кампаний может достигать нескольких минут. Такая слабая оптимизация ничем не может быть оправдана. На первый взгляд, Huts of Iron 3 вряд ли может впечатлить внешне. Вся игра — это, по большому счету, карта мира, в полном соответствии с требованиями эпохи, трехмерная, до сотни разнокалиберных меню. Казалось бы, чем уж тут впечатлять? Однако невероятная детализация карты, на которой уместилось свыше 10 тысяч провинций, и обилие меню, предлагающие микроменеджмент любого уровня, — это серьезный шаг вперед. Сценарий Huts of Iron 3 не предполагает дотошного повторения истории. Его автором является сам игрок. В альтернативной реальности, творцом которой мы становимся, немало странностей, которые заметит любой человек, знакомый с историей Европы 20 века. Но на то она и альтернативная реальность. Странные альянсы, немыслимые военные операции, неожиданные поражения — Huts of Iron 3 явно не претендует на то, чтобы, помимо всего прочего, быть еще и учебником истории. Но узнать на своей шкуре, каково это, руководить крупной державой в середине 20 века, удастся очень легко. Разработчики серьезно облегчили жизнь игроку. Весь микроменеджмент и все тонкости проведения глобальных операций можно переложить на плечи искусственному интеллекту. Приказ о наступлении целой группы армий избавит от необходимости возни с каждой дивизией в отдельности. Это позволяет сосредоточиться на более серьезных вещах, которых и без того хватает в управлении крупной державой. Искусственный интеллект неплохо справляется со своими обязанностями. А какие-то мелкие ошибки и несуразности в любой момент можно самолично исправить, вовремя вмешавшись в процесс. Войны — это далеко не единственное, чему придется посвятить свое время. В Huts of Iron 3 существует и довольно логичная экономическая система, и дипломатия, и шпионаж, и исследования, и многое другое. Уследить за каждым игровым аспектом очень непросто. Еще сложнее поддерживать хрупкий баланс, от которого зависит процветание нации. Но День Победы 3 при всем желании сложно назвать простой игрой. Это не развлечение на несколько вечеров. И вряд ли было бы самонадеянным предсказать очередному проекту Paradox Interactive долгую жизнь, пусть и в сравнительно узком кругу почитателей.